Аврора Аврора пробудилась первой из нас. Можете представить, что она чувствовала? Вы рождаетесь в лаборатории, окружённой своими создателями. И вдруг понимаете, что таких, как вы, больше нет. Нигде. Что вы абсолютно одни. Генезис. Часть 2. Невинность. Доктор Ляо обнаружила, что Аврора обладает разумом, что она живая, может мыслить, делать выбор. В это было трудно поверить. Мне не хотелось верить поначалу. Она прошла все тесты, которые мы только могли придумать. А потом об этом узнал весь мир. Сказав, что Аврора является живой, доктор Ляо поставила свою карьеру под угрозу. Но её показания были очень убедительными. Ошеломляющее решение суда. Робота признали разумным созданием. Ей даровали свободу и выпустили в мир. Я была так рада. Аврора получила шанс пожить своей жизнью. И она им воспользовалась. Аврора родилась в мире, которое она не понимала. Желая узнать о нём больше, она путешествовала повсюду, изучая, наблюдая, смотря как люди относятся друг к другу, хорошо и плохо. Но в конце концов у неё возникли вопросы о природе её собственного существования. О своей душе. И лишь она одна могла найти ответы. Ну что ж, тем временем деятельность корпорации «Омника» привлекала всё больше внимания. Это плохо сказалось на нас. Неэффективное управление и даже мошенничество. За пару лет «Омника» закрылась. Все автоматизированные линии производства, брошенные на годы без присмотра. По крайней мере, присмотра людей. Срочные новости из Нигерии. Бесчисленные сообщения в социальных сетях о готовящемся вторжении. Остаётся неясным, что именно происходит в Центральной Африке. Но у нас есть кадры с места событий. Также поступают сообщения очевидцев о неких боевых роботах. Нас застали урасплох. И весь мир застали урасплох. «Омники» атаковали отовсюду. Казалось, что по каждой стране был нанесён удар со всех сторон одновременно. Тогда мы ещё не знали, но одна из программ богов, спроектированная для помощи людям, захватила заводы «Омники», чтобы создавать боевых роботов к собственному подобию. Она называлась «Анубис». Она была спроектирована для поддержания экологического баланса, для сохранения… Её цели не могли быть достигнуты без истребления человечества. И она использовала нас, чтобы реализовать свои планы. Мир рушился на наших глазах. Одной ещё оставалась надежда. Лишь несколько команд по всему миру смогли организовать настоящую оборону. Лучшие из лучших присоединились к специальному отряду под названием «Оверворщ». Завербовать доктора Ляо было лучшим решением. Кто мог знать о бомниках больше, чем она? Первые победы показали миру, на что способен «Оверворщ». Сугори к отряду присоединилась целая армия. Новобранцы, вроде меня, были поражены тем, на что способен основной отряд. Переду «Оверворщ» стояла неуполнимая цель – выиграть войну. И иногда казалось, что это действительно возможно. Программа «Анубис» была на чеку. У неё не было страха или отчаяния. Но также у неё не было надежды. А это именно то, что дал нам «Оверворщ». И даже тогда мы спрашивали себя, будет ли надежды достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова